Здравствуйте, на краске! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Отвечаю на часто задаваемый вопрос, на сколько процедур хватает краски Smart Brow Tinting System. Когда вы нажимаете на новый тюбик, кажется, что он не полный. Почему? Потому что тюбик рассчитан на 30 мл, 20 мл из них краска, а 10 мл занимает азот. Это специальный газ, который вытесняет кислород, поэтому краска в тюбике не окисляется. Как правильно открыть тюбик? Здесь есть колпачок, которым можно проткнуть краску, но я это не рекомендую делать, потому что он потом вымазывается и выглядит непрезентабельно. Рекомендую взять зубочистку и открыть с помощью зубочистки. И теперь мы выдавим полностью весь тюбик порциями. Одна порция будет столько, сколько нужно на одно окрашивание. У меня получилось 26 выдавливаний, хотя некоторые можно смело разделить на два. Но представим, что вы работаете со студентами, и студенты не контролируют нажатие. Но смело 26 процедур вы можете выполнить с одного тюбика краски. И сейчас проверим, на какое количество процедур хватит окислителя. Окислитель 30 миллилитров, поэтому его хватит на большее количество процедур. И сейчас мы проверим, на какое именно. Я сделала шоколадные печеньки, а теперь я их украшаю кремом. Потом я их поставлю на противень в духовку. Вот что делает со мной диета. Баночки окислителя хватает на 51 процедуру, то есть в два раза больше, чем краски. Поэтому вы смело можете покупать айси плюс спайси и одну баночку с окислителем. Сколько краски нужно на одну процедуру, мы можем рассчитать, если мы взвесим одну порцию. У нас есть специальные химические весы. Мы их обнулили и выдавливаем одну порцию краски. Одна порция краски, причем на такие густые брови, то есть я взяла по максимуму, это 0,6 грамм. И теперь для интереса проверим мой глазомер, сколько нужно выдавить окислителя, чтобы так же весил 0,6 грамм. Надеюсь, информация для вас была полезна. Обязательно пишите комментарии и до встречи!